Европейский Союз назвал достоверно информацию о том, что Иран поставил России баллистические ракеты малой дальности. Это заявление было сделано после того, как Кремль отказался прямо отрицать обвинения и подтвердил свое сотрудничество с Тегераном. Ранее данные о том, что первая партия иранской баллистики уже прибыла в Россию, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники. В Брюсселе анонсировали быстрый ответ на действия Ирана. У нас есть проверенная информация, предоставленная союзниками о поставках иранских баллистических ракет в Россию. Единодушная позиция лидеров ЕС всегда была четкой. Брюссель ответит быстро и в координации с международными партнерами, включая новые и значительные ограничительные меры против Ирана. Петер Стана, спикер внешнеполитической службы ЕС. В самом Иране поставки нового типа оружия в Россию традиционно отрицают. Так было и раньше, когда Тегеран пытался опровергнуть поставки дронов-камикадзе типа «Шахет». Сообщения инсайдеров, медиа и официальных представителей западных стран о поставках баллистики в Иране называют информационными атаками. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел Исламской Республики и в миссии Ирана в ООН. С явкой с повинной выступил только один иранский депутат. Передача баллистических ракет России будет означать драматическую эскалацию. В Государственном департаменте США заявили, что в Вашингтон очень обеспокоена информация об экспорте иранских ракет и готовит ответ на такие действия Тегерана. Мы, конечно, невероятно встревожены этими сообщениями. Любая передача иранских баллистических ракет России будет означать резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины. Мы ясно дали понять, наши партнеры на саммитах Большой Семерки и НАТО ясно дали понять, что мы готовы добиться значительных последствий. При этом Паттл уточнил, что позиция США относительно ударов вглубь территории России американским оружием остается неизменной. Силы обороны Украины все еще могут использовать Атакмс и другое переданное штатами дальнобойное вооружение только в приграничных районах Федерации. А значит, бить по складам, на которых россияне, вероятно, будут хранить иранскую баллистику, возможности нет. Говоря о серьезных шагах по сдерживанию Тегерана, Госдеп, по всей видимости, имеет в виду санкции. Но учитывая многолетний опыт адаптации Ирана к жизни в условиях экономических ограничений, эффективность новых сомнительна. Все те меры, которые можно было бы применить, то есть полное эмбарго на ключевые экспортные товары, расширение запрета на экспорт в ранг каких-то определенных товаров по типу технологий, материалов, которые используются для как раз-таки изготовления военно-технической продукции, запрет на международные финансовые транзакции. Это тоже такой дискуссионный вопрос. Целевые санкции, расширение списка запрещенных лиц, которым будут индивидуальные санкции попадать против каких-то конкретных иранских компаний на использование передовых технологий и так далее, это все меры, которые, скорее всего, будут малоэффективными. И Иран сможет найти выходы, как, во-первых, адаптироваться к новым санкциям, а во-вторых, как в дальнейшем их обходить. И для Москвы, и для Тегерана выгодно взаимное сотрудничество. Ведь найти союзников странам-изгоям непросто. Минимизировать их поставки военной техники можно попробовать, предложив Ирану более выгодные условия, говорят аналитики. Нам необходимо проводить консультации, вероятно, с Соединенными Штатами Америки, потому что, возможно, здесь стоит применить не столько кну, сколько пряник. И единственная страна, которая может применять такого рода пряники, это Соединенные Штаты Америки. Но тут, опять-таки, это более комплексная ситуация, которая должна учитывать в том числе и израильско-иранские отношения, и тот конфликт, который между ними происходит. Я имею в виду возможные дискуссии о том, как бы ослабить санкционное давление на Иран в обмен на сокращение военно-технического сотрудничества с Россией. Россия, по информации западных СМИ, получила до 200 ракет малой дальности. По словам военных экспертов, они могут стать вызовом для украинской противовоздушной обороны. Баллистика является более сложной целью для систем ПВО. Главным образом из-за их гиперзвуковой скорости.